Два часа дня в Одессе, в прямом эфире седьмого новости, в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Мирный митинг под мэрией перерос в стычки с полицией. Одесситов, которые выступали против действий городского головы, не пропустили к свободному микрофону. Я напомню, сегодня проходит сессия горсовета. Потому что, наверное, я из мирного пикета, а не из Трухановского митинга. Я не доверяю делам, поэтому меня можно обзывать матом. Возле мэрии более 800 человек с плакатами и флагами. Общественники выступают против действий мэра. Люди недовольны работой городских чиновников во время вчерашнего дождя. По мнению активистов, здесь же свою поддержку Геннадий Труханов созвал из сотрудников коммунальных служб. Этот проплаченный митинг, коммунальщики, тетушки, я не знаю, тут процентов 30, наверное, просто люди какой-то такой спортивной внешности странной. То есть власть боится и власть пытается вот таким вот образом, методикой времен Януковича, как бы себя легитимизировать в глазах общественности. Вход в здание мэрии патрулирует наряд нацгвардии, спецотряд полиции. По периметру также дежурят полицейские. Больше мы расскажем в следующих выпусках. В Одессе во время ремонтных работ погиб мужчина. Это случилось на проспекте Академика Глушко на крыше ресторана «Аквамарин». В тот момент, по словам очевидцев, оборвался высоковольтный провод напряжением 110 тысяч вольт. Люди говорят, мужчина получил разряд, у него ожоги всей поверхности тела. После того, как пострадавшего сняли с крыши, начался пожар. По информации ГСЧС, уже в больнице от полученных травм парень скончался. Это видео нам предоставили очевидцы. Ну а сейчас наша съемочная группа находится на месте. Больше расскажем в следующих выпусках новостей. 15 лет потопов. И на этот раз все закончилось настоящей катастрофой. На улице Троллейбусная вчера затопило 18 частных домов. Уровень воды поднялся до двух метров. Местные жители говорят, на протяжении многих лет борются со стихией самостоятельно. Ведь в этом районе отсутствует ливневая система. На место выехал и глава области Михаил Саакашвили. Вы понимаете, нету ни ливневой системы. Уже просим пробить. Ну пожалуйста. Ну раз случай был, второй раз случай был. Все равно, все на месте. Улица 21 век. Нету даже канализации провести. Не можем добиться. Нету ливневой системы. А вот не просто, не разрешают. На улице Троллейбусной подтопило 18 жилых домов. Больше всего не повезло жителям 24-го. Семье Ольги Нестеренко пришлось на время перебраться к соседям, так как их жилище полностью затопило. Испорчены мебель и техника. Погибли даже домашние животные. Когда люди смогут вернуться в свой дом, пока неизвестно. Нас просто затопило в течение получаса. Просто мы не успели даже собрать ни вещи, ни одежду, ничего. И взяла ребенка на плечи и просто вынесла вот так воды. Просто вынесла ребенка из дома. У нас просто больше трех метров воды. Вот вы все видите. Во дворах плавает мебель и детские игрушки. Местные жители говорят, такая ситуация после каждого сильного дождя. Но в этот раз совсем критическая. Кажется, что даже утки в шоке. Куда бы люди ни обращались, никто не слышит. Коммунальные службы не спешили и на этот раз. Вызвали еще утром, а приехали они только к шести вечера. Глава области Михаил Саакашвили вызвал следственную группу и попросил завести уголовное дело. Сейчас я вызвал управление полиции. Пусть возбуждают дела. Пусть возбуждают дела на чиновников Мерии. Пусть возбуждают дела на тевелоперы, которые тут настроили эти дома. Не позаботились о людях, что с ними будет. Пусть возбуждают дела на всех жадных, ответственных лиц. Из-за холодности которого тут постоянно бывают наводнения, постоянно есть угроза жизни людей и их имуществу. Спасатели продолжают откачивать воду до сих пор. Местные жители говорят, на это уйдет не меньше недели. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, Седьмой канал. На Канатной появится первый социальный ресторан, еще и с лекторием. 70% прибыли заведения будут направлять на реализацию общественных инициатив. Откроют его 300 одесситов. Для этого каждый из них вложит по 1000 долларов. Собранные средства пойдут на ремонт и обустройство помещений в здании, где в 1898 году располагалась водолечебница докторов Рабиновича и Ясиновского. Каждый человек, кто захочет принять участие в данном проекте, он подает свою кандидатуру через сайт. Мы собрали уже 40 основателей, которые поддержали наш проект первоначально. Мы уже начали встречи, а также начали собирать вступительные взносы и подписывать договора, потому что все юридически должно быть оформлено верно. Детальнее о проекте необычного социального ресторана смотрите в сюжете Екатерины Лапицкой уже в эту субботу в итогах недели. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Хорошего дня. Увидимся в 16.